Друзья, всем привет! Запорожье на связи. На календаре 11 марта. В городе Запорожье по-прежнему все в порядке, тихо и мирно, во всех районах города все спокойно. Работают магазины, аптеки, рынки. В магазинах регулярно подвозят продукцию. В одном магазине есть крупы, в другом мясо, в третьем молочка. Но в целом для жизнеобеспечения города все есть, все работает, поэтому в этом плане в самом городе все хорошо. Чего, к сожалению, не скажешь о других городах, и в Запорожьей области тоже есть проблемы. Давайте сразу пройдемся. Я думаю, вы все знаете, что у ряда городов сегодня были нанесены авиаудары. В частности, рядышком с нами в Днепре упало три ракеты. Ну-ка, еще раз. Значит, по состоянию на сегодня, на 11 число, в Запорожской области ситуация выглядит так. Российские войска находятся в Энергодаре, дальше Васильевка, Токмак, Пологи, Конские раздоры. Дальше бои идут в направлении с Васильевки на Каменское. Регулярно обстреливают Орехов и Гуляйполе. Происходят бои. Последние дни было такое более-менее перемирие. Сильных обстрелов не было. Значит, те города, в которых уже находятся российские войска, там, естественно, в связи с захватом этих городов много разрушений, много пострадавших, пострадала инфраструктура. Во многих населенных пунктах нет света, нет воды, нет газа. Поэтому гуманитарная ситуация, конечно, ужасная. Те города, которые сейчас подвержены атакам российских войск, там, естественно, тоже ситуация не лучшая. Много пострадавших, много разбитой инфраструктуры. Поэтому из этих городов происходит эвакуация. Волонтеры туда привозят продукты. Общегосударственная эвакуация, да, то есть колонны автобусов. Есть частные волонтеры, просто приезжают на своих машинах, собирают колонны машин, вывозят. Так и просто люди собирают несколько машин и едут там в эти города, вывозят своих родных, близких, кого придется, если есть свободные места. Также волонтеры регулярно стараются подвозить еду, продукты, воду, прочее необходимое, что нужно в этих городах. Значит, на сегодня гуманитарные коридоры организованы в Запорожье из Мариуполя, из Полог, Энергодара, Васильевки и Днепрорудного. Это сегодня централизовано. Колонны автобусов туда поехали, также частники туда поехали, волонтеры. То есть все работают на то, чтобы эвакуировать как нужно больше гражданского населения, женщин, детей из зоны боевых действий. Ну, давайте по новостям, которые есть из городов, в которых сложная ситуация. Все новости я публикую у себя в чате, в телеграме, сразу скидываю со ссылками, откуда это пришло, чтобы вы могли напрямую там спросить, откуда информация, кто что знает, потому что очень большая проблема с тем, что люди не могут дозвониться до родственников, связь не работает, там стоит российская техника, которая глушит мобильную связь, поэтому очень многие люди не знают, что с их родными и близкими. Это, конечно, очень большая беда. Информация из чатов по Гуляй-Полю. Дегулярные обстрелы происходят, люди практически не выходят из укрытий. За Гуляй-Поле ведутся тяжелые бои. На субботу, то есть сегодня 11-е, на завтра, значит, на субботу, формируется колонна из добровольцев, будут вывозить людей сколько смогут. Координатор, адвокат Запорожский Курдайс, я в телеграме на него ссылочку оставил. Кто хочет присоединиться к этой колонне, может подъехать в Запорожье и поехать в Гуляй-Поле вывезти либо своих родных, близких, либо кого сможете. Увага! Завтра, в субботу, 12.03 поточного року, за адресою місто Запорожье, бульвар Центральний 3, біля офісу партії «Слуги народа», будет формироваться колонна из добровольцев, ехать на место Гуляй-Поле. Час отправки из Запорожья, орентированно 12-та година. В колонну можно стати зі своїм автомобілем, поїхати забрати рідних або організувати вивіз людей, які там залишилися. Орієнтовно час прибуття міста Гуляй-Поле 14-15 година. В пологах серьезная ситуация, я часто о них говорю, потому что там очень много разрушений, тяжелые бои за него происходили, поэтому, конечно, там пострадавших очень много и ситуация гуманитарная ужасная. Масса из чатов, утром была слышна стрельба, магазины все разграблены, электроэнергию обещают восстановить в ближайшее время, но там очень много поваленных столбов, поэтому сложно это будет сделать. Те, кто выехал, говорят, что много солдат российских там стоит, на выезде кнопочные телефоны оставляют, смартфоны забирают, потому что боятся, что геолокацию перекинут и по ним прилетит. При переезде через российские блокпосты нужно одевать на левую руку белые повязки, но сразу после переезда блокпоста эту повязку нужно снять, потому что наши украинские военные могут воспринять, что это российские войска и могут шмальнуть, поэтому только на российском блокпосту нужно одевать белую повязку. На украинском надо ее снимать, ну, в серой, в нейтральной зоне. Дальше, если на автомобиле тонировочная пленка, то нужно опускать стекла, чтобы они видели, что в машине нет вооруженных людей, что все безопасно. Поэтому лучше не рисковать с тонированными стеклами, сразу опустили стекла, чтобы они видели, что все спокойно. В стекла вложить белые бумаги А4 с надписью «Люди» либо «Дети». Это вот люди из полог, которые выехали, рассказывают такие вещи. Дальше рядом Воскресенко и Червоны. Все тихо, нет электроэнергии. В Червонном, говорят, много передвигаются российских солдат. Но в целом обстановка тихая, перестрелок нет, никого не грабят. То есть в этом плане говорят, что все в порядке. В Энергодаре сегодня пишут, что заработала мобильная связь «Водофон» и происходит эвакуация. Орехов тоже находится под обстрелами. Воду сегодня давали по графику. Нет света и газа. Волонтеры просят. Волонтер Куртеев обращался сегодня к людям, которые могут заправить баллоны с газом, чтобы помогли им с этим вопросом, потому что не на чем готовить еду. В квартирах холодно. Хотя бы баллоны с газом туда доставить, чтобы люди хоть как-то могли греться и готовить еду. В Орехове тоже формируются списки на эвакуацию. На ЖД вокзал в Запорожье, а уже с ЖД либо на Западную, либо в Польшу уже кто как. Дальше. Васильевка. Сегодня была доставка продуктов на Луговое и Бурчак. Сейчас пекут хлеб. Раздают в центре на Белом Бусике. Также сегодня сортируют картошку, макароны и прочие продукты в пакеты. Завтра будет раздача. Такмак. Формируются списки на эвакуацию. Периодически слышны выстрелы за городом. Формируются списки на гуманитарную помощь, продукты и лекарства. И просят по Токмаку, кто записался на продукты или на лекарства, на помощь, чтобы они день в день ее забирали или предупреждали, если не могут забрать, потому что бронь снимут. В Мелитополе ежедневные митинги. Люди выходят с украинскими флагами, поддерживают Украину. Ну и позитивные новости из Мелитополя. За время войны родился 51 ребенок непосредственно в Мелитополе. То есть жизнь продолжается, детки рождаются, скоро закончатся боевые действия и наступят мирные времена. Ребят, напоминаю, кто хочет присоединиться к колонне волонтеров, в телеграмме по ссылочке в описании можно найти контакты волонтеров, которые ездят, вывозят людей. Если есть желание им помочь или присоединиться, идите по ссылочке, участвуйте в этом движении. Ну и традиционно, ребят, всем хочу сказать спасибо за ваши теплые комментарии. Это приятно, давайте как-то поддерживать друг друга. Любые тяжелые времена рано или поздно закончатся, мир обязательно наступит. Нет ни одной войны, которая бы не закончилась, даже столетние войны все равно заканчиваются. Так что мир обязательно победит. Держите себя в хорошем настрое, поддерживайте своих близких, все обязательно наладится. Ну а провокаторов, которые всякую ерунду пишут в комментариях, будем все это чистить, удалять и блокировать. Потому что нам тут пропаганда вражды не нужна. Тут собираются все люди, которые хотят помочь пострадавшим людям, узнать как там у родственников. Но ни в коем случае здесь нет никакой пропаганды. Всякой вражде тут тоже не место. Поэтому, товарищи пропагандисты, проходите мимо. У нас тут только мир и доброта. Всем спасибо, кто с нами на связи. До новых встреч, пока.